Пришлось постареть на десятилетия за четыре месяца, шутит актёр Владимир Морякин. Исполнителю главной роли спектакля «Холстомер» в свои 24 довелось вжиться в образ старой лошади. Но Лев Толстой, как и сто лет назад, актуален и понятен каждому, уверен артист. Это есть у нас сейчас, как бы вообще, как бы ты идёшь, ты можешь видеть, как ты зашёл в магазин, там подошла какая-то бабушка, кассирша взяла и нахамила ей, лишь только потому, что она бабушка, там одета, там непонятно как, и там отойдите, и нахамит. За это всегда обидно, ну как бы ты же не знаешь, что с тобой будет через 30 лет. Скромные костюмы, лаконичное убранство сцены только на первый взгляд кажется серым и унылым. Декорация «Трансформер» удивляет своей универсальностью. Абсолютно фантазийный мир. Станки хореографического класса за время спектакля превращаются то в стойло для лошадей, то в часть дома конюха, а потом и в сцену драматического театра, когда зритель перестаёт понимать, где театр, а где настоящая жизнь. Про отношения, любовь и предательство простые истины непростым языком. Актёрам приходится изнурять свои организмы тяжелейшими пластическими па, одновременно петь и играть роль. На самый частый вопрос, почему старую лошадь играет молодой актёр, режиссёр Сергей Грицай улыбается. Уверен, что хороший артист может заставить зрителя поверить во всё, что угодно. Если кто-нибудь израз помнит фильм «Депутат Балтики», то Николай Черкасов играл профессора Полежаева, 70-летнего старца Седова, будучи 33 лет. И ни у кого не возникало вопросов. То же самое делает и Владимир Морякин, только мы не прибегаем к гриму, исключительно за счёт пластики. Сергей Грицай уверен, это спектакль о милосердии, которого так не хватает в этом мире. Мораль проста. Если хочешь выжить, бей копытом. И не важно, лошадь ты или человек.